Вопрос на миллион Агентство недвижимости 21 век работает на рынке недвижимости Архангельской области с 2001 года Специалисты фирмы окажут широкий спектр профессиональных услуг Девиз 21 века – от заявки до новоселья На каждый квартирный вопрос у нас найдется компетентный ответ В агентстве 21 век можно найти без преувеличения лучший вариант От заявки до новоселья Марина, возвращаясь к теме нашей сегодняшней программы Насколько мне известно, большинство квартир, по крайней мере в нашей стране, приобретаются при привлечении ипотечных кредитов Как на сегодня обстоят дела в этом аспекте? Я имею в виду, конечно, влияние кризиса на возможность взять ипотеку Да, это действительно так Практически каждая вторая сделка на сегодня проходит с привлечением ипотечного кредита После того, как Центробанк в декабре 2014 года поднял ключевую ставку Банки подняли ставки по ипотечным кредитам Соответственно, он стал менее доступным для потребителя На сегодняшний день ставка по ипотечному кредиту под вторичное жилье составляет 15% Новостройки более доступны – это 11,9% Если сравнить с докризной ставкой, она составляла 13% по вторичное жилье Соответственно, такое повышение ставки влияет на способность клиента взять ипотечный кредит И сделок стало меньше Соответственно, спрос на вторичном рынке уменьшился Но на сегодняшний день есть положительная тенденция То есть ставка ключевая стала понижаться Сегодня уже 14% Ну и вот ждем, что все-таки банки будут понижать ставку по ипотечным кредитам И он станет снова более доступным То есть положительная тенденция, она все-таки есть Вы считаете, что изменения будут в лучшую сторону? Да, я считаю, что это так Вообще, эксперты говорят, что пик кризиса в России уже прошел То есть я думаю, что будет положительная тенденция Будем надеяться Марина, ну а в целом, при наличии определенной суммы денег Лучше купить квартиру, пускай их не достает на покупку квартиры Лучше приобрести квартиру и взять ипотеку Либо продолжать копить необходимую сумму Я считаю, что здесь нужно рассматривать эту ситуацию индивидуально Насколько велика потребность клиента в жилье В первую очередь нужно учитывать Ну и клиент должен взвесить свою платежеспособность Потому что сейчас во время кризиса очень много сокращений То есть он также это должен учесть А так, в принципе, ставки по ипотечному кредиту Они примерно равны инфляции То есть я считаю, что если есть определенная сумма денег То можно взять ипотечный кредит Тем более на сегодняшний день во время кризиса Цены на жилье стали ниже Ну а в целом вообще как рассчитываются выплаты по ипотечному кредиту И насколько велики вот эти переплаты Выплаты по ипотечному кредиту рассчитываются в основном это иннуитент То есть практически все банки дают ипотечный кредит под иннуитентный платеж Это платеж, который выплачивается клиентам равными ежемесячными платежами В этом он удобен, но переплата по нему очень большая Так как вначале платятся проценты То есть переплата, в общем-то, большая Переплата большая Очень мало коммерческих банков предоставляет дифференцированный платеж Он неудобен тем, что вначале платежи по нему очень большие Это может быть тяжело клиенту, так как он может не справиться просто с первыми платежами Но по дифференцированному платежу вначале платится само тело кредита Соответственно переплата меньше Но в основном сейчас, еще раз повторюсь, что большинство банков предоставляет ипотечный кредит Именно под иннуитентный платеж Переплата зависит от срока кредитования Но на самом деле она очень большая Там кредит переплачивается практически в разы То есть переплата большая, но тем не менее эти выплаты по процентам, они равны инфляции То есть то на то и выходит Примерно, да Марина, я предлагаю узнать, о чем спрашивают вас наши телезрители, которые отправили письма на адрес инфособака.пс29.ру Скажите, если произойдет девальвация рубля, это каким-либо образом скажется на процентных ставках? Марина, какие ваши прогнозы в этом аспекте? Ну, вообще, это зависит от того, что прописано в кредитном договоре У банка в кредитном договоре прописано, что он не имеет права менять ставку Либо оставляет за собой право поменять ставку по ипотечному кредиту То есть клиенту нужно внимательно читать, что прописано в договоре Если ставка банком не подлежит изменению, соответственно он ничем не рискует И при девальвации рубля у него останется такая же фиксированная ставка по ипотечному кредиту В принципе, большинство банков, партнеров Сбербанку, ТБ, там такие условия в кредитных договорах, в принципе, они такие есть Все-таки договоры лучше читать? Да, конечно Поэтому лучше обращаться в агентство недвижимости и консультироваться уже с опытными профессионалами в этом деле. То есть менеджер проследит, чтобы клиент эти риски минимизировал. Марина, вот говоря о росте курса доллара, евро, валюты, большей частью этот кризис ударил по тем людям, которые брали ипотеку в валюте. Как сейчас обстоят дела в этом аспекте? Что-либо изменилось или же ситуация не улучшается? Да, это действительно так. Клиенты, которые брали ипотеку в валюте, на сегодняшний день попали в очень тяжелую и неприятную ситуацию, потому что курс валюты очень сильно вырос. Вообще есть рекомендация Центробанка в том, чтобы банки зафиксировали курс докризисный и клиенты могли выплачивать кредит именно по докризисному курсу. Но многие банки это не соблюдают и клиенты, насколько я знаю, ждут сейчас закона о том, что это будет уже зафиксировано законом. Но тем не менее продолжают выплачивать по повышенным процентам. Да, продолжают выплачивать именно по повышенным процентам. Марина, я предлагаю прочитать следующее письмо. Я не знаю, как поступить, страховать или не страховать свою жизнь при взятии кредита. Подскажите, в чем преимущество страхования? Есть ли эти преимущества и каковы они, Марина? Да, эти преимущества действительно есть. Клиентам мы рекомендуем страховать жизнь. На самом деле так сложилось, может быть это менталитет, что многие клиенты сопротивляются страхованию. Им кажется, что банк навязывает эту страховку жизни. На самом деле при ипотечном кредите это очень актуально, потому что кредит берется на длительный срок. И мы рекомендуем обязательно страховать, тем более если в основном кредит платит кто-то один из членов семьи. Это обезопасит клиента в случае потери работоспособности, страховая полностью будет закрывать ипотечный кредит, ну либо в случае смерти, то есть кредит будет полностью закрыт. Ну в общем-то есть смысл, он достаточно весом. Еще один вопрос от телезрителей. Могу ли я получить налоговый вычет на проценты по кредиту? Да, налоговый вычет на проценты по кредиту возможно получить. Нужно получить справку в банке за последний год, сколько выплачено процентов и включить их в налоговую декларацию. Марина, а что такое первоначальный взнос и как он вообще определяется? Первоначальный взнос это та сумма, которую клиент должен внести самостоятельно продавцу при покупке квартиры. У банков этот взнос фиксированный, ну в основном он идет от 15%. То есть мы должны обладать какой-то суммой, чтобы внести ее обладателю квартиры в свою очередь, продавцу квартиры. Да, это та сумма денег, которую нужно внести наличным. А в процентном соотношении какова она обычно по отношению к общей сумме квартиры? От 15%. И больше? И больше, да, до 50%. Марина, давайте перейдем к нашей рубрике «Видео вопрос» и узнаем, о чем спрашивают вас люди на улицах нашего города. Возможно или нет продать квартиру, заложенную в банке? Возможно ли действительно продать квартиру в ипотеке? Да, это возможно. Квартиру, заложенную в банке, продавать можно. У нас очень часто сейчас проходят такие сделки. Для этого нужно что? Нужно искать клиента-покупателя с наличными, либо договариваться в банке, в котором клиент берет ипотеку на приобретение квартиры, о рефинансировании существующего кредита. А что это значит? Давайте поясним нашим телезрителям. Это значит, что до того, как он подписывает договор купли-продажи, ипотечный кредит должен быть закрыт. То есть покупатель передает деньги, грубо говоря, на страх и риск, на свой? Ну, определенные риски, конечно, есть, но если сделка проходит под сопровождением агентства недвижимости, в принципе, здесь все под контролем, и риски минимальные. То есть покупать квартиры, которые находятся в ипотеке, можно? Да, можно, конечно. При этом подписывается предварительный договор, который носит уже характер основного договора. В любом случае, через суд он сможет свое право собственности на эту квартиру подтвердить. То есть, в принципе, здесь риски минимальны. Давайте послушаем следующий вопрос. А меня интересует, как взять жилье в ипотеку и какие нужны документы? Давайте попробуем ответить на этот вопрос, перечислить необходимые документы. В первую очередь, необходимые документы, подтверждающие платежеспособность клиента, а также его супруга, если он находится в браке, ну и документы на приобретаемый объект. Ну, а какие они? Давайте расширим этот список. Документы на приобретаемый объект – это правоустанавливающие документы, документы, подтверждающие право собственности продавца, а также техническая документация – это технический паспорт, кадастровый паспорт, квартирная карточка, которая подтверждает, кто прописан в данной квартире. Ну, а сложно ли на сегодня вообще получить ипотеку? Ну, вообще после кризиса банки, был такой период, что банки, в принципе, старались меньше выдавать, то есть экономя свои средства, но на сегодняшний день, в принципе, она становится уже так же доступна. Мария, у нас есть еще один вопрос. Под какое жилье ниже процентная ставка по ипотечному кредиту? Что мы посоветуем? Какое жилье лучше приобретать? Процентная ставка ниже по ипотечному кредиту под новостройки, она составляет 11,9. На сегодняшний день, да? Да, и под новостройки, которые продаются от застройщика. На какой стадии новостройка считается новостройкой? Ну, стадия новостройки считается новостройкой от нулевого цикла до завершения строительства, до государственной приемки. То есть до сдачи, да? Государственная комиссия, это еще все новостройка, то есть на самом-самом завершающем этапе мы все-таки можем еще приобрести? Да, конечно. Единственное, что на завершающем этапе уже много квартир продано, то есть все-таки лучше покупать в начале, самое выгодное в начале строительства, либо уже в серединке. Марина, ну и последний вопрос на сегодня. Можно ли взять ипотеку на приобретение коммерческого объекта недвижимости? Вот такой вопрос. Ипотека предусмотрена только под жилую недвижимость. Под коммерческую недвижимость есть другие программы кредитования. То есть такую большую сумму, наверняка коммерческая недвижимость недешевая, можно взять кредит? Да, можно взять, но там другие процентные ставки и немного другие условия. Марина, ну подробнее о коммерческой недвижимости я предлагаю поговорить на следующей программе. Да, конечно, с радостью. Спасибо вам большое за беседу. В нашей студии была генеральная директор агентства недвижимости 21 век Марина Ковалева. Мы увидимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и портале Правда Севера. До встречи. Продолжение следует.